Мне кажется, если у вас здесь начнется пожар, то никто ничего не откроет. Никто ничего не откроет. Конечно. Камеру убери. Я понимаю народные дружины и все прочее. Камеру убери. Руки убрал. У вас есть огнетушители? Вон он угадочками обмелили. Есть, да? Тут хоть на входе, там вообще их нет. Мы просто потребители. Мы просто потребители? Да. В конце ни печати, ни подписи. Просто чисто. Страница не пронумерована. А что должно быть, вы скажите? Что там? ИП восьмого. Пронумерованная? Пронумерованная, прошита. И печать хотя бы должна стоять, кто это. Спасибо. Ну сейчас поставим печать, ты есть. Лена Бутик. Представьтесь тоже. Покупатели. Вы продавцы, мы покупатели. Мы вас не спрашиваем, как вас зовут. Я сами представляю. Я просто говорю, что если вы смотрите какие-то документы, ту же эту книгу, жалкую. Ну это документы же для покупателей. Да. Для покупателей. А мы другие не смотрим? Нет. Если бы мы были проверяющим органом, соответственно, мы бы проверили лицензию, ее подлинность, все документы, разрешение на торговлю, сертификаты на продукцию. Зачем тогда? Ну потому что в связи последних событий, как бы, ну, просто у ваших соседей огнетушитель заперт в коморке. На ключ. И сказали, да, что если вам понадобится, мы вам откроем и дадим. Мне кажется, если у вас здесь начнется пожар, то никто ничего не откроет. Никто ничего не откроет. Да, конечно. Все, в одной секунды, все везде. Тут в основном вот эта ткань, одежда. Коробки вообще лежат прям под сам потолок, прям под лампы. Это по пожарной... Да, кстати. Да, кстати. Там, если бежать, вот мы здесь пять лет, и мы все равно, в принципе, вот, когда будет пани. Здесь двух, то один эскалатор, наверное. Нет. А, вот лестница есть, да. Ну, представляете, тогда здесь самый час пика, сколько народу, и 40 секунд на эвакуацию. У нас мало народа. Даже вот сегодня в воскресенье, мы пришли первые, да? У людей просто денег сейчас нет. Ну, не первые, но мало. Третьим. Ладно, спасибо за адекватность. Спасибо. До свидания. Вот так. Закрыт в каморке, и никто ничего не откроет. Милана. Рекомендуй. Сделаем вам рекламу, приходите все в Милана. Давай посмотрим, что. В 2014 году. А я вы любите. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. План эвакуации имеете у вас? А? План эвакуации. А, вот в магазине? Да. Огнотушитель. Есть? Есть. А план эвакуации вот он. Садись, да. Вон, выход напишет. Там не уход. В общем, по этаже идет, да? Там вдалеке, да? Я вижу, да-да. Я думаю, что это свежий. Ну, не туши тут свежий. Да, он выше свежий. Верим? Верим. Ну, хотя бы один, но книгу и длина правильная. Других магазин вообще не отвечают за 10 лет. Нет, мы работаем ответственные. Ну, смотри, все, ну вот, как надо. Можете проверить, пожалуйста. Нет, мы вам верим. Тоже был такой. После случая в Кемеров вам приходил кто-нибудь? Проверяли? Конечно. У нас новые. А у вас вообще в торговом центре учения проводили по эвакуации? У нас постоянно. Ну, и технику безопасности все у нас проходит. У нас журналы, все, все. Они говорят, что какая-то дверь у вас тоже праздничная все время закрыта. Записывай. Да. Все у нас есть. Книги по технику безопасности проверяем. В плане все у вас хорошо прям. Сами молодцы. Похвалу я вам. Конечно, спасибо. До свидания. До свидания. Приходите к вам за товар. Магазин Active Kids одежда для детей. Какой у нас четвертый этаж? Третий? Третий. Зай в ДНС. А где в каком-то милиции? Где в каком-то милиции? Остров Сокрольща. Мы не знали предложение, что можно посмотреть? Зачем? Посмотреть. А кто? Попать. Здесь пластик. Нам дадут руководство, чтобы мы узнали, если я не взял предложение. Сейчас хочу, что эта съемка запрещена. Зажигательные праздники. А что, даже деньги лежат? Не все-се. А это, наверное, направление. А вы кто? Я понимаю, народные дружины и все прочее. Руки убрал. А камеру убери. У тебя разрешение есть? Есть. Есть. Это хорошо. Давайте покажем друг другу документы. Я вам, говорю нам. Давайте. Какой вы документ покажете? Вы народные дружины, я так понимаю. Хочу узнать все. Я говорю, пожалуйста, главный инженер вот стоит. Познакомьтесь, пожалуйста. Вот подойдите. Зачем нам он? Вы уже играетесь охранником или кем? Я охранником являюсь. У вас документы есть? Есть. Покажите. Вы предоставите мне документы, я вам. У меня есть. Нет, вы можете выдавать полицию, как бы, и мы предоставим. Давайте без этих слов. Давайте, пожалуйста. Без полиции? Без полиции. Ну, как говорится, с полицией. Будем с полицией разговаривать. Просто даже интересно. А, смотри. Нет, без камеры. Смотри, здесь есть лицензированный охранник. Катер, есть. Есть. Я просто подошел к вам. Я говорю, вам, может, какие-то вопросы. У нас вопрос. Смотрите, мы снимаем, как бы, по территории магазина. Мы смотрим, у кого как оформлены документы, непосредственно из них жалуют предложение. Это все является доступными документами для всех потребителей. Вот. Также мы смотрим, как бы, планы эвакуации, если бы длины, ну, нормы пожарной безопасности. Все хорошо. Смотрите, в магазине Монро, по-моему, да, у нас вообще возникнет там конфликтная ситуация с продавцом. План эвакуации висит. На ней есть расположение огнетушителей. Вот. Огнетушитель находится в подсобке, в закрытой подсобке. Это ненормально. А по плану он должен стоять возле двери. Прямо и на самом плане, если хотите, мы с вами можем пройти. Пойдемте. Пойдем? Пойдем. Вы мне покажете передачу. Мне все будет весеннее. Надо дни сразу. Нет, а это, как я понимаю, главный инженер, да? Вы главный инженер, да? Нет. Народные дружины с камерами. Они у меня к Монроу. Что прячетесь? Ходите спокойно. Ходите спокойно. Мы просто прячемся. С вами вас сами проведем. Нет, мы просто не пугайтесь на раскрытых камерах. Она неискрытая. А что, в полюсе, что ли? Монроу, сказали вам не тушить. У них подсобки. Причер приди, стоит уходить. Я понимаю. Я понимаю. Хотелось бы не с охранником, а с инженером. Чтобы он лично увидел. Чем занимается, видите? Потом штраф-то будет и вам, и ему. Вы уж такие же, как и вы. Давай полетим. Вы лестницу можете посмотреть? Да, да, да. Смотри, как лестница, все эвакуации. Почему народ? Откуда? 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 Есть живой кто-нибудь? Никого нет. План эвакуации? Никого. Бери, что хочешь. Вообще никого нет? Они все испугались. Они чувствовали, что это. Да, на самом деле. Здравствуйте. Я вас слушаю. А вот сейчас мужчина подойдет. Более адекватный оказался. Вот, смотрите. Что будешь мечтать? Во-первых, вы находитесь здесь. Не указано, где мы находимся. Мы находимся вот здесь. Это план вот этот магазин. У них также есть вот эта подсобка. Вот она. Выход тоже имеется. Мы находимся здесь. Однетушители находятся вот здесь, в углу. По схеме. Нету. Тут ни одного нет, кстати. Вот тот угол. Тоже нет. Вот огнетушитель. Его тоже нет. Здесь у нас четыре огнетушителя. Да. Ну, туда мы зайти не можем проверить. Это подсобное помещение. Это уже их безопасность. Ну, конкретно два. Они должны быть. Сказали то, что один здесь, но тут не закрыто. Да. Нам сказали, что при пожаре нам откроют дверь, и мы его можем взять. Плюс только у заведующих. У вас огнетушители в норме. Все есть. Выкладывайте. Выкладывайте. Я вам сразу говорю, это видео посмотрит десятки тысяч людей. Я понимаю. И понижим ногу в том числе. И вопросы будут к кому? Вашему удовольствию. Тем более, знаете, что там происходило в кемеровке у вас. Мы знаем все. Каждый день будут приходить, а больше не покупать или вопросы задавать. Кому не без разницы по жизни людей. Придется каждый раз. Кстати, смотри, даже выход на улицу есть. Отлично. Раз, два, три. Я вам скажу, потому что такая лестница и выход на улицу, он открыт и это замечательно. Все выходы работают. Что касается спара, мы там не управляем и не работаем. Понятно. Вам надо лично самим туда. Ну мы зайдем, посмотрим. В принципе, торговому центру вы сделаете обращение по этим магазинам? Я абсолютно. У большинства информации сейчас пройдусь. Я иду. У саму у всех как бы все есть, а у меня все легко возникает такой вопрос. Двери новые. Спасибо за понимание. Я говорю, не обижайтесь, но это у меня тоже такая работа. Нет, я понимаю, понимаю. Приходится с народом разговаривать. Мне приказано вон, блядь, посмотри, что там и делается. У нас сейчас очень много и очень много волокит. Ну я понимаю, что сейчас как бы и проверки, и все. Вот. У нас помимо вас вон еще, вот смотрите. Вот их надо снимать. Вот эти. Попрощай. Мы с парковкой делаем. Видите? Детей? Какие дети? Цыгане. Видите? Цыгане. Ага. А вот по ним у нас больше много работы. У нас все посты, блядь, разорваны по поламам. Это он в зеленом, в этом платочке, да? А не видишь цыгане вообще. Пошли интервью возьми. Я бы рад, если вы взяли интервью у них. А бы застегнули. Вы бы просили у них интервью, действительно, как они живут. Так они полезны. Нет, немного полезны, да? Вон у них сам балкнирует. О, вот она ходит в черном капюшон. Ааа. Хотите с ней пообщаться? Давайте втроем. Подождите. Я сейчас ее встану. А вы тоже, посмотрите. Цыгане занимаются попрошайничеством. Да, кстати, вот торговый центр Гагаринский. Проспект Гагарин 105А. А вон она уходит. А вон она уходит. Не заходите с парком. О, сколько тут. Я говорю, вот я вот так вот говорю. Уйдите с парком. Неужели вам вот не стыд? и не вас убедать старенький вот полиция старик наводит куда-то шляпает и да и все, я полицию пошли за ними, пройдем, они по любому самотачку наверно приехали вон куда дойдите они к нам пристыкованы причем вплотную спар вам гарантирует, скажем вон мы зайдем, в магнию огня посетим посчет там подсобка там люстричит еще когда эвакуация начинается вот там, блядь, подсобка пусть вас не пусть, а вот там, блядь, это пиздец там бардак, это естественно это везде так идет подсобка, это сами эти продавцы если им жизнь дорога, они сами об этом должны задуматься а сам торговый зал если он загоморожден если он берет еще товаром, это пиздец мы сейчас проверим метр двадцать должны быть проходы надеюсь, что вам подойдут с пониманием я говорю просто это у нас у всех голова болит в этом случае здесь всегда было я говорю первую очередь о народе о народе дом эвакуации здесь тренировочные, это регулярно здесь об этом не забывают нам сказали, что еще какая-то закрытая дверь бывает возле прачечной прачечная, у нас химчистка вот а вот где мы проходим так пойдемте я вам покажу мы вам верим я хочу чтобы вы посмотрите а потом свару идете там хотели за цыганцами пройти да они никуда не денутся надо у них тельцами еще за это пять минут так, три выхода три выхода раз, конца, два и три смотри-ка ага пойдемте э, оттуда вышли оттуда оба они еще и курят какой там курят этот спарус как раз вы пожарный вышли оттуда закрыл с собой дверь закрой наш пингалет там все есть все предусмотрено это спарус ну вот от шпана вот это достает вот химчистки о которой говорили ага все понятно проходите молодежь все, вопросов нет спарус вам спасибо большое спасибо блядь кто-то тут свинчист блядь бургер кто-то тут свинчист бургер кто-то, кто-то тут свинчист бургер ну че, в старт? прям адекватный человек лучше держи, а не надо дергаться даже когда второй раз пришли в Мандрово так огнетушители и не выставили еще и спорят, типа они там правы, а мы не правы нам сейчас правы на инженеров люлей добро пожаловать Евроспарк я думал он на нас набросит запах чуешь? свежести пахнет ну там говном какие-то воним ха-ха-ха все, берем телегу и пошли другие маршу